Пока одни жители Афганистана штурмуют аэропорт Кабула, другие вынуждены принимать нежданных гостей. Представители Талибана, организация запрещена в России, начали обход по домам. В Афганистане талибы ищут оружие и военные машины, минус поясняет Гулам Махамад, президент центра диаспоры Афганистана в России. В день президенту центра диаспоры Афганистана в России Гуламу Махамаду поступает сотни обращения из Кабула. Люди просят одного, помочь им уехать. Прежде всего, покинуть страну хотят экс-чиновники и военные. С одним из бывших служащих афганской армии удалось связаться по телефону. Это бывшие высокопоставленные чиновники, министры, депутаты. Они боятся и хотят быстрее покинуть Афганистан, минус заявил он. Среди тех, кто не смог покинуть Афганистан, есть и граждане России. Сегодня должны были вылететь оттуда граждане России. Они не смогли. Их отвезли в аэропорт, но поскольку в аэропорту был такой хаос, вылетов нет. Граница все закрыта, минус рассказывает Бахти Арголь Махамад Наби, председатель правления афганской диаспоры Санкт-Петербурга. Авиасообщение с Афганистаном приостановлено. При этом попробовать уехать из страны по земле никто не решается. Даже если уезжать, на каждом участке стоят посты талибов, никто не хочет подвергать свою жизнь опасности. Пока люди боятся, минус поясняет Бахти Арголь Махамад Наби. У него в Кабуле живут родители. С ними он созванивается каждые полчаса. Сейчас они собираются получить российское гражданство. Но опасаться, прежде всего, стоит тем, кто имел доступ к секретной информации и помогал бывшему правительству Афганистана и США в борьбе с талибаном, запрещенной в России организации. Точка они спасаются. Они любой ценой должны уехать, минус продолжает Гулам Махамад. То есть ищут тех, кто обладал информацией по талибам. Да, да, и кто участвовал с американцами в операциях против талибов. Все уехали. Нет. А что им грозит, если найдут смерть? Такая же участь при новой власти постигнет и других нарушителей законов и правил шариата. В этом случае не поможет и гуманитарный коридор, создать который призвал постпред Афганистана при ООН. Шансы на открытие границ крайне малы, считает президент центра диаспоры Афганистана в России, ведь возможностью уйти непременно воспользуется. И такое количество граждан, что управлять талибану попросту может оказаться неким.